Здравствуйте! В эфире телеканала Обнинск ТВ новости в студии Дарья Человекова и Георгий Розоваев. Коротко о главном. Проверят на прочность. Компания Автодор Инжиниринг проводит исследование обнинских дорог. Знаковое событие. В следующем году в 55-м микрорайоне Наукограда откроется новая школа. Рассматриваются вопросы о строительстве школы в микрорайоне Завражье. Дыма без огня не бывает. Балабановцы жалуются, что в промзоне производится незаконное сжигание мусора. Сегодня компания Автодор Инжиниринг начала исследование обнинских дорог. Тестовые испытания предусматривают так называемую динамическую нагрузку, которая позволит оценить прочность дорожной одежды. Специалисты компании Автодор Инжиниринг не ревизоры, а приглашенные эксперты, которые должны помочь местной власти эффективнее содержать городские дороги. Установка динамического нагружения позволяет оценить эксплуатируемую автомобильную дорогу, определить ее текущее состояние, прочностные свойства самой дорожной одежды, элементов дорожной одежды, конструктивных слоев, грунта основания. Этот тест для асфальта – своеобразная пытка. Квадрат дорожной одежды подвергают серьезной нагрузке – 11,5 тонн. Дальше следят за изменениями. На проспекте Ленина дорогу чинили не вчера, но ее прочности хватило. Вот сейчас больше 600 прочных здесь. Я не могу сказать, какая требуемая. Здесь пока не видел ни конструкцию, ни состав потока, интенсивность. Но когда мы пересчитаем статик, она будет немножечко меньше, но незначительно. В целом это неплохая. В целом достаточно высокая, да? Да. Обнинск станет первым городом России, где компания «Автодор Инжиниринг» проведет комплексное обследование дорог. Результаты используют при составлении технических заданий для подрядчиков. Там, где машин ездит больше или подушка не держит асфальт, ремонт будут делать чаще. Для нас важно определить вот тот перечень дорог для ремонта. Не весной, когда они разрушились, а сегодня. Это техника позволяет сделать. То есть они нам осенью скажут, ребята, весной, скорее всего, вот эти дороги у вас выйдут из строя. И мы будем не весной считать сметы, не весной ждать, когда же у нас там все это будет проверено, сформулировано техническое задание. А мы это сделаем осенью. Спокойно там в январе-феврале объявим конкурс, отыграем. И в мае начнем, например, ремонт, когда оттает земля. Это позволит просто нам более качественно, более оперативно и правильно принимать управленческие решения. Тестировать дороги на прочность будут всю неделю по 20 километров в день. Результаты выданные машины обработают в Москве и передадут Обнинской администрации для использования в бою с плохими дорогами. Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Продолжается украшение Обнинска ко дню города. Более 190 флагов вывесили сотрудники муниципального предприятия коммунального хозяйства в разных районах Наукограда. Яркие полотнища появились на пересечении проспектов Маркса и Ленина на столбах вдоль Обнинского Арбата. Расцветили пестрыми стягами и аллею Плазы. Теплые насыщенные оттенки особенно радуют глаз в пасмурную и неприветливую погоду. А еще в рамках благоустройства городских территорий коммунальщики покрасили более 300 урн и скосили около 34 тысяч кубических метров травы. Новых общеобразовательных учреждений в Обнинске не открывались с середины 90-х годов. С тех пор, как была сдана в эксплуатацию школа номер 16. Поэтому строительство общеобразовательного учреждения в 55-м микрорайоне – знаковое событие в истории Наукограда. О том, какова ситуация со школами сегодня, а также о перспективах дальнейшего развития образовательных заведений, нашему корреспонденту рассказала начальник городского управления общего образования Татьяна Волнистова. В наши дни школы Наукограда работают с превышением проектной мощности. В некоторых классах больше 30 детей. Часть проблем могла бы решить вторая смена, но ее введение доставит много неудобств. Во-первых, в режиме двухсменной работы в школах гораздо сложнее обеспечивать выполнение санитарных требований. То есть есть определенные требования к режиму проветривания, к режиму уборки помещений. И второе, если мы открываем вторую смену, нам нужно будет пересматривать деятельность всех учреждений дополнительного образования. Сегодня система общего образования обеспечивает знаниями более 13 тысяч детей. Ежегодный прирост учащихся составляет 500-550 человек. В этом году дополнительно откроют 5 первых классов, благодаря чему, по предварительным оценкам, число первоклассников возрастет еще на 150 человек. Очень надеемся, что следующий учебный год, наверное, не потребует от нас перепланировки помещений в действующих школах, и что у нас все-таки откроется школа в 55-м микрорайоне. Новая школа рассчитана на 1100 мест. Это значит, что в каждой параллели будет по 4 класса. Нормативный срок сдачи объекта – 2019 год. С главой администрации уже согласована кандидатура будущего руководителя. На его плечи ляжет подбор кадров и обеспечение учебного заведения методическими пособиями и мебелью. В планах – постройка еще одной школы в недавно появившемся районе Обнинска. Мы сейчас написали заявку в Министерство образования и науки Калужской области для того, чтобы нас включили в государственную программу по созданию новых мест в учреждениях общего образования с проектом школы, которая на тысячу мест будет строиться в Зоовражье. Насколько мне известно, на уровне субъекта экспертиза уже проведена, и практически все службы дали положительное заключение. Поэтому мы очень рассчитываем на то, что в 2019-2020 год нам будет обеспечено финансирование из бюджета субъекта и из федерального бюджета. Соответственно, там поучаствует и город для того, чтобы можно было построить школу на тысячу мест еще в Зоовражье. Надеемся, что по завершении стройки в 55-м микрорайоне не наступит пауза в 20 с лишним лет перед закладкой следующего учебного заведения. Новые школы не роскошь, а необходимость, особенно в увеличивающемся с каждым годом городе. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ По словам местных жителей, дым над Балабановским предприятием по сортировке мусора периодически нагревает близлежащие дома нестерпимым чадом. Они обратились к журналистам телекомпаний с просьбой разобраться в ситуации, ведь сжигание отходов без специального оборудования запрещено законом. Наша съемочная группа выехала в Балабаново. Жители улиц Пушкина и Лермонтово в Балабанове неоднократно замечали по ночам клубы дыма, поднимающиеся над этой промзоной. Дыма без огня не бывает, поэтому мы решили заглянуть на территорию предприятия. Без позволения руководства настороженные охранники на территорию нас не пустили. Но, дозвонившись до заместителя директора, мы с легкостью получили доступ. Он лично провел экскурсию. Территория мусоросортировочного предприятия небольшая, но, как мы ни старались, пепелище найти не удалось. Предприятие занимается сортировкой. Это не полигон. Могу вам сказать, что здесь мусор не захоранивается. Здесь происходит только сортировка мусора. Ставшаяся часть, что отсортированное везется уже в Тимошово на полигон. Сжигать отходы могут и другие предприятия, которых на территории этой промышленной зоны множество, заявил представитель спецтранса Александр Ларин. Доказательств сжигания отходов мы найти не смогли, но предлагаем жителям окрестных домов в случае очередного появления дыма и огня сделать видеосъемку или фотосъемку на телефон и прислать ее в редакцию нашей программы. 21 июня в Голубом зале Морозовской дачи открылась выставка произведений, созданных в ходе фестиваля художников. В течение недели живописцы и графики работали на территории исторической усадьбы, чтобы запечатлеть ее на своих полотнах. Пленер на Морозовской даче проводится уже во второй раз. В прошлом году он был однодневным. В этом году время проведения Пленера увеличили до недели. С 14 по 21 июля художники рисовали виды и интерьеры усадьбы. И вот сегодня здесь представлены работы 34 авторов, 50 этюдов, написанных за прошедшую неделю. С 14 числа начинаем. Так, и последние этюды уже сегодня писались. Принимали участие как наши обнинские художники, и уже мастеровитые, так и художники среднего поколения, более молодые. И самое удивительное, нам приятно очень было, что были и школьники, и студенты. То есть сама дача и атмосфера царящая здесь вызывает большой интерес, и художникам здесь очень приятно работать. Главная интрига выставки – анонимность авторов. Работы живописцев выставлены без подписей, под картинами только номера. Идет зрительское голосование за понравившиеся картины. После подведения итогов появятся таблички с фамилиями. Сотрудники музея открыли нашей съемочной группе имена некоторых участников. Здесь есть работы ведущих художников Наукограда, заслуженного художника России Александра Шубина, членов Союза художников России Николая Смолина и Светланы Лариной. Есть и работы начинающих живописцев, учащихся из-за студии Адама Ненштеля, Николая Ярославского, Анатолия Катаргина. Одной из самых активных участниц пленера стала молодая обнинская художница Мария Фролова, студентка третьего курса художественно-графического пединститута. Она представила на суд зрителей несколько разноплановых этюдов, где отражена необычная архитектура дачи. Интерьеры усадьбы очень интересны. Здесь пространство как бы перетекает из одного помещения в другое. И в каждой комнате выход в природу, крыльцо или балкон, где взору открываются чудесные пейзажи. Среди участников не только художники из Обнинска, но и из других городов. Из Малоярославца, Нарафаминска. Федор Помилов приехал из Протвино. Он писал здесь пленерные этюды и в прошлом году стал победителем конкурса зрительских симпатий. В этом году в течение пленерной недели он написал два больших этюда. Я доволен своей работой, то, что я здесь делаю. Как сама идея? Мне кажется, это довольно-таки необычно. Да, вы знаете, это необычно. И благодаря этому пленеру я тут и побывал. Это такое здание, как и историческое. И то, что организаторы сделали здесь пленер, для меня это очень интересно и я очень рад. Федору понравилась идея проводить пленеры в исторических местах. В Протвино есть старинная кирпичная мельница, которая во время Великой Отечественной войны стала рубежом, где остановили немцев. Протвинский художник планирует организовать там пленер, чтобы привлечь внимание общественности к этому историческому памятнику. Голубой зал Морозовской дачи будет открыт для посетителей ежедневно с 10 утра до 6 часов вечера, кроме понедельника. День города, 28 июля, интерьеры дачи будут закрыты для посещения. В этот день здесь пройдет спектакль театра «Дэми». Выставка продлится до 4 августа. Часть работ поступит в фонды городского музея, остальные вернутся к своим авторам. Традиция проводить пленеры и выставки на Морозовской даче уже сложилась. Елена Агаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В Обнинске в преддверии Дня города состоялся традиционный велопробег. Вечером в субботу, несмотря на проливной дождь, который начался во время регистрации велосипедистов, участие в нем приняли около 600 человек. Регистрация участников проходила на площадке возле торгового комплекса «Триумф Плаза». На велопробег многие регистрировались целыми семьями. Дети поменьше разместились на багажниках велосипедов своих родителей. Дети постарше – на собственных велосипедах. Велопробег – это не соревнование, а велопрогулка протяженностью около 9 километров, в которой могли принять участие все желающие, в том числе и иногородние. К примеру, в Обнинск приехала костюмированная группа из Малоярославца. Молодые люди стали главными заводилами на праздники. Надо собрать побольше велосипедистов и повезти их за собой, чтобы спасти мир, спасти наш маленький город Обнинск. Да, оригинальность участия. Вот за этим мы и приехали. Незадолго до старта неожиданно начался проливной дождь. Но он мало кого напугал. К тому же вскоре ливень прекратился. Сотрудник ГИБДД рассказал участникам о маршруте пробега и необходимости соблюдать правила безопасности. Всем велосипедистам раздали светоотражающие браслеты. Организаторами пробега выступили Обнинский молодежный центр при поддержке администрации города и госавтоинспекции. Желающих проехаться колонной по улицам Наукограда, несмотря на дождь, собралось много – более тысячи человек. В пробеге традиционно принял участие и сити-менеджер Наукограда. Сегодня, правда, погода немножко нас напугала. Я думаю, людей будет не так много, но самые решительные точно здесь. Жители Обнинска – люди особенные. И мне кажется, достойны того, чтобы хотя бы раз в год собраться на улице и по дороге, по которой обычно здесь машины, проходить на велосипедах. Ребята, тучи ушли, выходите, садитесь на велосипеды и катайтесь. Или просто гуляйте по улице. Это здорово. В велопробеге участвовали слетовские команды, представители велоклуба, сотрудники городской администрации и другие. Велоколонна, стартовав возле торгового комплекса «Плаза», сделала круг по городу. Закончилось веломероприятие развлекательной программы в парке-усадьбе Белкино, где велосипедистов ждал рок-концерт с участием лучших обнинских групп и дискотека. Елена Агаджанян, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА